Каждый в этом зале хочет стать настоящим героем, как и их земляк Андрей Урусов. В его честь ежегодно проходят экстремальные игры «Стань героем». Андрей погиб в Чечне в 2000 году, а его отважные поступки помнят до сих пор. Вспоминают и подвиги солдат Великой Отечественной войны. Студенты колледжей меряются не только мускулами, но и интеллектом. Отвечают на вопросы викторины об одном из ключевых сражений той ужасной войны – Сталинградской битве. В рамках проведения зимнего этапа экстремальной игры «Стань героем», посвященной памяти Андрея Урусова, у нас проходят этапы и туристические, и этапы, где надо спасать человека, и этапы, такие более привычные стандарты для военно-патриотических игр, такие как сборка-разборка и такие как стрельба. На первом этапе игры студенты 13 средних профессиональных учреждений области должны преодолеть 9 испытаний, побеждая та команда, которая быстрее всех пройдет полосу препятствий. За нарушение или неправильно выполненное задание – штраф 10 приседаний. За участниками следят судьи, в прошлом они сами были игроками и показали выдающиеся результаты. Последний раз я участвовала в 2018 году, тогда еще у нас каждый человек соревновался в отдельности, не было так вот, по одному человеку бегали. Цель игры «Стань героем» – научиться работать в экстремальных условиях, уметь взаимодействовать в команде, слушать напарников. Также такие соревнования способствуют воспитанию патриотизма у молодежи. Студенты готовятся к играм несколько недель. По их словам, это развивает силу духа и прививает любовь к родине. Мы пришли на патриотические соревнования, чтобы получить патриотическое испытание и чему-то новому научиться. Для начала сборка-разборка автомата, затем у нас идут физические упражнения, дальше у нас стрельба, затем мы идем на звание, дальше мы спасаем ребенка из палатки и идем в складром. Затем мы спасаем человека с перелома ноги. Следующий этап экстремальных игр пройдет традиционно на лестнице Украеведческого музея в мае. Лучшие команды поедут проходить финальные испытания в Кузоватовский район. Ребятам придется жить в палатках 5-7 дней, самостоятельно готовить еду и преодолевать различные препятствия. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ. Светлана Карпухина, Александр Кудряшов, Улправда ТВ. Продолжение следует...